Акция протеста. Предприниматели выступают против слияния двух организаций. Новый флаг. Школьники Армавира сами рисуют главный символ учебного заведения. Здравствуйте! В эфире новости на телеканале РЕН-ТВ «Армавир» в студии Ирина Рухлядко. Армавирские предприниматели не согласны. Мы уже рассказывали о том, что работники предприятия «Сервис Плюс» арендаторы торговых мест на строительном рынке под Урицким мостом категорически против их слияния с организацией под названием «Общепит номер 7». Но письмами в администрацию и городскую думу дело не закончилось. Предприниматели устроили акцию протеста. С подробностями Алена Безовчук. Повсюду замки и таблички закрыто. В это утро строительный рынок под Урицким мостом не работает. На входе предприниматели раздают листовки. В 13 строчках требование остановить реорганизацию муниципального предприятия «Сервис Плюс». Его хотят присоединить к «Общепиту номер 7». Между строк история борьбы за свои права трех последних месяцев, которая вылилась в протестную акцию. Ее более чем 100 предпринимателей провели прямо на территории рынка. Все эти торговые места еще в 2002-м они построили за свои деньги. Подразумевалось то, что мы построили для себя. А потом мы начали платить аренду, а потом большую аренду. Ну и в 2008 году впервые была попытка ликвидировать вот это муниципальное предприятие. Его постановление ликвидировали и даже уволили работников. Сейчас предприниматели хотят воспользоваться правом льготной приватизации арендуемых у муниципалитета торговых мест. Но они боятся, что после присоединения к «Общепиту номер 7» сделать это будет невозможно. Мы так предполагаем, что это все равно. Значит, муниципалитет должен продать это имущество. Они не имеют права заниматься бизнесом. И они это сделают, это по закону. Закон требует, законодательство нашего государства требует этого. Но нам они продавать не хотят. Чтобы разобраться в этой проблеме, в городской думе была создана рабочая комиссия. В нее вошли депутаты, представители администрации и сами предприниматели. Этим делом заинтересовалась и прокуратура города. На встрече с работниками рынка прокурор пояснил, в связи с реорганизацией права предпринимателей не будут нарушены. Предприятие «Правоприемник» несет все обязанности по отношению к вам. Как бы его назвали, на базе «Общепита» или на базе «Сервис Плюса» это будет предприятие «Правоприемник». Поэтому даже юридически не надо перезаключать договора аренды. Они продолжают автоматически действовать. Будет ли отменено постановление о присоединении «Сервис Плюс» к «Общепиту номер 7» и смогут ли предприниматели приватизировать свои рабочие места, пока точного ответа нет. Сейчас над этим вопросом работают и городские власти, и правоохранительные органы. Долгое время были солнце и огонь. Что сейчас украсит флаг, решат армавирские школьники. 13 сентября на Кубани стартовала акция, в рамках которой определится 88 школ, достойных стать обладателями собственного знамени. О своем желании поучаствовать в краевом конкурсе заявили и два учебных заведения «Армавира». Наша съемочная группа узнала, почему школе нельзя без собственного флага и как символы связаны с воспитанием патриотизма. Сегодня у вас появилась уникальная возможность поучаствовать в конкурсе по созданию школьного герба. Ура! Учащиеся 20-й школы поселка Заветного включились в большую гонку за право стать соавторами оформления флага. Как будет выглядеть новый символ, теперь зависит от фантазии детей. Индира Узденова, ученица 4-го класса, решила, что на новом полотне обязательно должен быть цветок, хотя у девочки были и другие идеи. Сначала я хотела сделать как у нас на гербе вот эти три полосы, а в середине книгу. Потом я захотела как тетрадь, линейку нарисовать, книги. Потом мне это не понравилось. Потом я долго очень-очень думала и решила нарисовать цветок. Цветок же растет и мы растем и мы получаем новые знания. Педагоги уверены, без символа школы невозможно гармоничное воспитание и обучение ребят. Флаг в учебном заведении есть, правда, оформление давно уже устарело. Его украшают лучи солнца и разноцветный огонь. Что теперь будет красоваться на главном символе, для учителей пока загадка. Конкурс только начался. Основной задачей школы является воспитание патриота. Патриота своего отечества, края, поселка, школы. И без уважительного отношения к символике своего отечества мы не получим должного результата. Поэтому и появилась необходимость создания, обновления школьной символики. Старт акции совпал с еще одной торжественной датой – днем образования Краснодарского края. Ученики отметили праздник большой линейкой, пока лишь с главными символами страны и собственной эмблемой. Но уже в следующем году знаменосцы вынесут собственный флаг. Невозможно, под собственный гимн. В 20-й школе объявили конкурсы на главную музыкальную композицию. Некоторые авторы уже сочинили стихи. Не исключено, что торжественная песня прозвучит в стиле рэп. Ирина Рухлядко, Сергей Шульц, служба информации телеканала РЕН-ТВ, Армавир. В этом году Армавиру 174. Праздничные мероприятия начнутся в субботу, 21 сентября. Но уже сейчас жители поздравляют родной город с днем рождения. Это известные в Армавире общественные деятели, активисты, руководители, ветераны и молодежь. И продолжает наш калейдоскоп поздравлений генеральный директор одного из градообразующих предприятий, фирмы-домостроитель Наталья Филоненко. Дорогие армавирцы, поздравляю вас с наступающим днем города. Желаю вам процветания в нашем чудесном, светлом, солнечном, изумительно нарядном цветочном городе. Благодаря нашему совхозу декоративной культуры наш город с каждым днем становится все краше и краше. Желаю вам добра, мира, процветания, благополучия вашим семьям, чтобы никогда беды и болезни пусть не касаются вас, пусть все проходит мимо. Активно участвуйте в отдыхе, набирайте сил для новых свершений. Верблюды ходят строем, львы прыгают через горящее кольцо, собаки взбираются вверх по лестнице, а люди гнут шеи металлические прутья. Криками «Молодцы!» и «Браво!» благодарили армавирские зрители, артистов цирка «Империал». 12 сентября жители нашего города впервые стали зрителями программы петербургского шапито. Сами организаторы о своем цирке говорят как о зрелище высокого качества. Пару дней назад этим артистам рукоплескал майкоп. Теперь в восторг циркачи приводят жителей Армавира. В турне по югу России шапито отправилась впервые и покорила программой «Солнечные города». Своей особенностью организаторы представления называют высокую динамику, происходящего в манеже и качеством каждого номера. Здесь зритель вместе с артистами проживает маленькую жизнь с замиранием сердца, следит за пироэтами воздушных гимнастов и эквилибристов, построгается умением держать равновесие и завидует силе людей, которые работают на пределе человеческих возможностей. Львы цирка «Империал» прыгают через горящее кольцо и берут мясо у дрессировщика с опасно близкого расстояния. Собаки взбираются вверх по лестнице, верблюда умеют ходить в строе, а пони игриво кланятся зрителям. В программе также есть джигитовка и незаменимый артист – клоун Моня. «Империал» – это цирк, который будет интересен и детям, и взрослым. «Сфокусировались на самых основных вещах, то есть качество программы, темп программы, убрали все паузы, вплоть до объявления каждого номера. И максимально добивались задачи сделать представление для всей семьи, чтобы было интересно одинаково и детям, и взрослым. Как нам кажется, мы этой задачи добились, очень довольны этим. В принципе, возможно, этим мы отличаемся от многих». Свой дебют в Армавире «Империал» отметил красочным салютом. Гастроли петербургского цирка продлятся до 22 сентября. Свой шатер артисты раскинули в районе Черемушек. График представлений можно уточнить в кассах. Ирина Рухлядко, Артур Приджанян, служба информации, телеканал ОРЕН-ТВ, Армавир. Продолжит выпуск новостей и прогноз погоды. С ним вас познакомит Марина Белова. Здравствуйте. Спонсор прогноза погоды – мебельный салон «Дельфин». Мебель от производителя по доступным ценам. Советская армия 83, телефон 579-75. Завтра ожидается облачная с прояснениями погоды, без осадков. Днем столбик термометра покажет плюс 23-25, ночью от 16 до 18 градусов. Ветер юго-восточный – 3,6 метров в секунду. Атмосферное давление – 746 миллиметров ртутного столба. В воскресенье к облачности добавится дождь, а ветер сменит направление на западное. Атмосферное давление будет постепенно понижаться до 744 миллиметров. Температура воздуха днем от 21 до 23 градусов, ночью плюс 14-16. 14 сентября Православная Церковь отмечает Новолетие или Славянский Новый Год. А 15 сентября, 212 лет назад, Александру Первому представили первый в мире велосипед, который изобрел россиянин крепостной Ефим Артамонов. О погоде и памятных датах – это все. Ирина. Спасибо, Марина. Информация о погоде завершила выпуск новостей. Познакомиться с ними вы можете и на сайте в интернете. www.ravita.info и на волнах вторая Дио Армавир. В студии была Ирина Рухлядко. Всего доброго. И смотрите телеканал РЕН-ТВ. Редактор субтитров А.Семкин